ДОТА 2 РУХАП Элементы про гейминг забирают инвокера и гирокоптера Баны примерно такие же, какие были и в прошлый раз Вот только зомби туда еще отправляются И слардар Вот так вот Ну вот элементы банили почти все тоже Да, мы видим Бристалбека в бане, Чена в бане И появляется у нас Оракл Интересненько Поглядим на этого Оракла На что он способен Так, сейчас я тут пытаюсь замашнить Виктора Волкова Он же Готхант Потому что он тут подмазывается к полиции Но пока безуспешно Так, что у нас тут? Винджи Фулл Спирит появляется Появляется Оракл, это мы уже тоже обсуждали И кто же еще появится сейчас у Тим Спирит? Пока получаются весьма боевые товарищи Я так понимаю, это будет Керри Винга Хотя это может быть и Оффлейн Туск И Саппорт Венджи Фулл Спирит Пока еще не понятно Ну, четвертый пик, я думаю, расставит все По местам это Хаус Найт В центр Скорее всего Ну, то есть будут играть ровно тем же, чем и играли до этого Вроде как получилось Получилось весьма неплохо Все, тот же инвокер в миде против Виспа, ЦК Ну, просто Хаус Найт решили сейчас забрать Потому что, скорее всего, пятым баном его бы убрали Из пула И пришлось бы пикать вообще какую-то невнятную ересь Ну и дополнительное время Уже начинают потихонечку тратить сами Elements Pro Gaming Во главе со скрином Появляется у нас Earthshaker А что это получается тогда по линиям? По-прежнему инвокера охранять достаточно тяжело в миде Ну, не знаю Шейкер Пока похож на шейкера в сложную Окей Но в сложную ему там тоже будет Не совсем просто Будь там только одна венга Или венга с тусиком Это будет достаточно тяжело Для подобного рода оффлейнера Так, ну и Spirit Breaker у нас отправляется тоже в бан Ну, честно, если сейчас будут нападать на инвокера То вариантов по его спасению Не так уж и много Не, ну, конечно, есть Oracle, который может немного помочь Ну, не знаю Посмотрим, насколько это будет эффективно Да, последний бан Последний бан И по линиям по-прежнему Ну, не знаю Лично для меня не все совсем понятно У Team Spirit Да, впрочем, так же, как и у Elements Можно пару фартелей вытворить Ну и улетает у нас еще и Beastmaster Который тоже, кстати, фигурировал на прошлой карте Так что не просто так его убирают Так, ну и что, Габлак Удивит нас каким-то неординарным пиком Там Керри и Enchantress, например Почему бы нет? Блин, Керри и Enchantress С, я не знаю С линзой С аганимом Это же просто какая-то жесть Или там с Драгонландзом Я не помню, что там Ее рейндж увеличит Блин, да и все Ее рейндж увеличит Да это же просто еба Она же просто стреляет Стоит с момом и наваливает Это же не Контриться Ну, вот Сайленсер Кстати, тот самый Сайленсер, которого на прошлой карте банили И, возможно, банили как раз вот Элеменс Возможно, они что-то знают про этого самого Сайленсера Получается такой интересный драфт С виртуспрошными такими сигнатурными персонажами Винга, Сайленсер Но Винга, она уже у многих коллективов В последнее время Вклинилась В игровой стиль И достаточно плотно там засела Так что решили ничего не менять Ну и что же, Скрин Какого последнего героя брать? Инвокер в мид Герокоптер легкая Не знаю, то ли это персонаж в оффлейн Но вообще Шейкеру в оффлейне будет нереально тяжело Мне кажется Поэтому нужно взять какого-то более живучего пацана Кто бы это мог быть? Не знаю, может быть Клокверк Но он мне, честно говоря, тут тоже не особо нравится Вообще мне тут почти ничего не нравится Какой-то такой я слишком брезгливый А у нас там еще и пауза в игре стояла Некоторое время Что за абуз? Так, там что-то в чате интересное писали Нет, там просто скрин вываливался из игры Больше ничего интересного не происходило Ну я не знаю, где все эти новые персонажи Супер имба Где мой воид? Покажите мне воида Я хочу на него посмотреть Почему никто до сих пор не придумал ему применение? Это же имба не контрящаяся Ну, появляется у нас Вич Доктор Это значит, что Шекер, скорее всего, будет просто в сложной Что? Ну да, да-да-да Так и получается У нас на Шекере играет Йоку Генерал Инвокер Геракуптер или Дан Ну и, собственно, Габлак будет на... Ой, Габлак, да Габлак у нас на Венге катает Не Габлак Тут у нас немного другой товарищ У нас тут скрин на Вич Докторе Кингер, конечно же, на Оракле Габлак у команды Team Spirit И катать он будет у нас на Vengeful Spirit Как бы это странно ни звучало Далее у нас еще есть Туск, который Afterlife Айсберг, который Силенсер Рамзес 666, который Chaos Knight И Always Wanna Fly, который Висп Поехали Сразу же забег от Шекера Будет пытаться он поставить побыстрее вард Но его, скорее всего, тут уже увидят Смотрим, смотрим, смотрим Да, вот он забегает И понимает то, что он спалился уже Такая масочка забавная Что это за масочка? Где она тут, масочка? Вот она Маска за Crimson Beast Странно, немного маска Но зато брутальная Ничего не скажешь Да, ну я так понимаю Тут тоже ребята решили обойтись без кровопролития Боже, тут новая птица Добавили этого Блин, как же он называется? Скажите, я вам скажу Стервятник, точно Он же просто ждет первой кровушки Нужно, чтобы еще Когда тут происходят фраги Чтобы он просто начинал Обгладывать эти останки Фу-фу-фу Нет-нет-нет Это будет слишком кровожадно Да, вот нам как раз рассказывают Про то, что Vengeful Spirit Заняло место в рейтинге Самых пикаемых героев этого патча Да Я вот только что рассказывал Что действительно Совсем-совсем плотно Эта венга уже засела В пиках многих коллективов Ну, ладно Давайте об этом, наверное, немного попозже Поглядим, что у нас происходит на линиях На линиях у нас Инвокер и Вич-Доктор Стоят против Саленсера и Венги Внизу у нас Гирокоптер Оракль Против Тусика И на верхней линии у нас Вот этот Висп Боже, Вольво, пожалуйста Я вас умоляю У Виспа уже, я не знаю, какой там день Просто нет модельки Вот это просто Какие-то листики летающие Еще что-то летающее Может быть, это Новая Аркана на Виспа Там за 85 долларов Но Меня не вставляет пока что Подобные предметы Вы уж извините Я привык видеть Какие-то очертания Моделек Там Типа полигоны Все дела У нас, кстати, тут собираются убивать сейчас Шакироса Но Шакирос ушел Нет еще второго уровня У Кеос Найта Поэтому Зацепить нечем У Саленсера Серьезные проблемы Могут быть Меди Вообще Немного непонятно Почему ЦК не поставили На Топ Ой, на топ На центр Например А почему Поставили сюда Саленсера Который действительно Будет очень сильно страдать Висп ЦК Из прошлой игры Очень неплохо Себя показывали Просто прыгаешь Убиваешь людей Конечно Там есть Вич Доктор Который бы Типа Контрил Эти врывы Может быть От этого Отталкивались Так Ну Зато у Герокоптера Все хорошо По крипам Мы видим Абсолютно Пока Фрифарм Ничего Ему тут Тим Спирит Сделать не могут И у нас тут Инвокер Уже в центре Получает Ластворд Так у меня подлогнуло Или это мне показалось Нет Это мне Показалось Ну вот Подходит Шейкер Сейчас Мы видим С рункой Инвиза И Если Сайленсер Подставится Под Фиссурину То У него Могут быть Совсем Серьезные Проблемы Там Даже Одного От сколько Касок Может хватить Чтобы забрать Его Не самый Жирный Персонаж Хотя Еще есть Фейрифайер Да Но в этот раз Немножко По Осторожней Стоят у нас Мы видим Коллективы Шейкер Вообще Забил Целиком Полностью На Свою Оффлейн И оставил Там Хаус Найта На полном Фрифарме Тут пока Мы видим Винга Не совсем Желает Уходить С линии Немножечко Пока еще Сопротивляется Ну и Немножко Должно Отвлекать На себя Внимание Вот этого Самого Оракла Так У нас Третий Уровень Интересно Тоже Как будут Качаться Обилочки Ну пока Пьюрифайинг Флеймс Мы видим Где этот Шейкер Куда он Убежал Опять Этот Виз Прозрачный Да что Ты будешь Делать Ну ладно Происков Будем Немного Попозже Да Шейкер У нас Уже Стапком Но На линии Он В любом Случа Пока Толком Находиться Не может Инвокер Также Не смог Только что Свечдоктором Более-менее Хорошо Напасть На Сайленсера В итоге Тот Практически Ушел Раскачки шейкера Вот вы видите, да, например, фиссура И вкача на фтершок Фишка-то как раз в основном в том, что Вы не так часто находитесь На первых там двух-трех уровнях Рядом со своими жертвами Для того, чтобы фтершок работал Я что-то совсем, протокол, прочитать статистику Поэтому, извини меня, Лео Не ругайся на меня сильно Я исправлюсь обязательно Обязательно, обязательно Так, фризочки у гиролета Окей Пока не пауэртрестом, кстати, в мид Опять у нас миди тучи сгущаются Подходит сюда вновь шейкер Вновь подходит безрезультатно И вновь у сайленцера все хорошо Но вот эти побегушки Они, естественно, ни к чему хорошему не приводят Конечно, конечно, ты вроде Заставляешь противника немного зажаться В итоге мы видим, что сайленцер Проседает по По фарму Там 1700 голды Против 2500 Это очень серьезно Ну, тут пока небольшая серия разменов по хп Инвокер Достаточно серьезно страдает Но классики поправят его здоровье без особых проблем Учитывая то, что там еще Вич Доктора с водоресторейшеном То проблем вдвойне быть не должно Да, ну может кто-то умрет у нас в этом матче Я не знаю Пока как-то совсем осторожно действуют одни и другие Что совсем странно Вот только я ей это сказал Сразу же залетает у нас Илья За вышечку Вернее пока под вышечку И Оракл тоже может царять Первая секунда стана залетает О, хорошо Плюшечка по Рамзесу Залетает Застопорили его И это минус Это ферст была для Кингера Тут, кстати, еще Габлак у нас немного застрял И тоже будет умирать Да Тоже будет умирать Ну а фрага для Гиролюд? Нет Гиролюд там вроде бы один забрал У нас там висп, я смотрю, еще и инвокера где-то в миде отстрелил Но при этом погибло целых три героя команды Spirit Надо бы гирокомтеру здесь держаться осторожнее Потому что как только отреспаунится Spirit И они могут пожелать его забрать в первую очередь Все-таки мало совсем здоровья И вот, да, сейчас приносит он себе Хилинг Салф Будет пытаться стоять Так, Саленсер в миде погибает Окей Ну и вот, что получается Получается этот Хаус Найт, который с легкой линии Скоро должен появиться Не знаю, какой он сможет нести импакт Если вдруг команда Элементс будет отожрана И будет уже Шейкер с каким-то условным, я не знаю, блинком То, честно, аутов для Тим Спири становится все меньше и меньше Особенно если Шейкер будет хорошо врываться Пошла фисурка, но без продолжения В миде у нас инвокер пушит вышку На ботме идут потихонечку пушить вышку гирокомтер вместе с ораклом Вообще у гирокомтера уже есть коллдаун Поэтому тонкие герои а-ля Винга Атом или Туск Их можно вообще отсюда прогонять И прогоняют, собственно Ничего удивительного Так, у нас тут нападение на Вич Доктора Хорошо, Вич Доктора забирают Но также голд снэп Сразу же ответочка по хаус найту И остается тут пока только Висп Который тоже пытается улететь И у него даже получилось Так, все Дико извиняюсь У нас очередная сконтрольная руна Команда Team Spirit Слушайте, саленсор с лоу граунда Неслишком ведь выгодно расстреливать Пошли кассочки Кассочки успевают отскочить Но только один раз Также глобал Но айсбергу отсюда не уйти Да, нужно просто закинуть Еще две тысячи Две тысячи Закидывают Ставится также ЕМП ЕМП Не успела Винга Увернуться Вернее, не успевернул ее Увернуть Тусик Но Могут просто развалить сейчас И одного И второго Да, еще и каски Продолжают прыгать Каски залетают еще и по авторлайпу Еще будет Фессура Фессура попадает по виспу Виспа Еще надо дать два удара Это будет еще фраг А турный он догорает Это минус 4 Трипл килл Что-то Совсем изи Хотя у нас в прошлой игре Тоже были подобные размены Они, конечно, и привели к тому Что ничего хорошего не получилось Но в любом случае Иметь почти Двушку за одну драку На таком этапе игры Это неплохо И инвокер Собственно, вместе там Сороклом С остальными ребятами Сообразили Достаточно быстро И очень хорошо Забрали Силенсера Да, но ситуация пока Вырисуется такая То, что Элемент себя чувствует Просто в разы сильнее Вы посмотрите Только 6 тысяч Нетворса Преимущество И по XP Правда, пока там Не совсем много То есть трешечка Но вот эти 6 косарей По Нетворсу Вы понимаете То, что это будет Инвокер с очень ранним Орхидом У которого он уже На половину готов А это значит Что и Висп И там Сайленсер Венга Туск Да, в принципе Все герои будут Очень сильно Страдать Пока не хватает Только Рецепта Уже оба Обливиан стаффа готовы Гирыч Кулдаун закинул Хорошо Попадает кулдауном Окей Дальше нужно тоже Пытаться пробивать Полетели еще у нас кассочки Кассочки летают Гирыч расстреливает С Рокет Бэрэжа Также еще и Дезвар Но последние плюхи Улетают За ребятами Далеко-далеко-далеко Вместо Изначального Релакейта И Даблкил Вновь от Инвокера И у него уже Монстеркил Так Тут пишут Что Кажется Айсберг Не читал Ченжлог Поэтому новую курсу Не качал Но Тут тоже Все весьма ситуативно Ну Не будет человек Ничего качать И ничего страшного Ну в смысле Ничего кставать Ничего страшного Так Когда там К Инвокеру прилетит Уже Орхит Орхит уже летит Орхит уже летит И Инвокер Уже будет готов Разваливать Так у нас там на топе Шейкер Хорошо выдает фиссуру Полетели каски Рамзес Получил каски Получил еще и Хаслэм Гирокоптер Прыгает дальше Касочка останавливается Гирокоптер с Рокет Бэрэджем Не останавливается Никогда Через секунду Будут фуизы Нужно их нажимать Нужно срочно лететь За виспом И убивают его Ракеты кстати Опять нет Вот эти вот Шейкеры с тотемами На втором Гирокоптеры Без ракеты на девятом Молодцы Так Где вообще Тусик В этой игре потерялся Обычно Тускар достаточно Динамично держится По ходу матча Просто пытаясь Поддержать Общую динамику В игре И Нарастить темп Для своей команды Для того же Хаос Найта Создать немного пространства Но пока мы видим То что Этот Уск Достаточно пассивен Боже нет Мой план По включению Кондиционера Провалился И я вынужден Сейчас вариться Здесь Вариться В этой комнате Ну ладно Я надеюсь Я где-то достану Пульт от кондиционера Каспер живи Или Каспер дыши Наверное Будет более правильно А еще у меня есть ручка Соло Норм Ну ладно Немного уфтопа Все-таки Пока ничего не происходит Происходит пока Только то что Иллидан у нас На гиролете Подпушил вышечку Сами темспирит Ничем в этот момент Ответить не смогли Просто немного побегали Туда-сюда по карте Да Но счет пока Достаточно разгромный Вы видите Уже более 10 тысяч Преимущества По Нетворцу У Элементс И 4 Ну считайте 5 тысяч По опыту Какой камбэк Какие варианты Варианты Во-первых В том что Элементс Сами накосячат Возможно где-то Под вардами Подставятся пару раз И там просто За ними прилетят С релокейтами Будут их забирать Смотрю пока на А ладно Винга Винга Пока не в счет Винга понарошечная Пошел глобал 2 секунды Также по инвокеру Ну и тут же Оракл Оракл на подсеве Окей Все хорошо Заходит шейкер Будет ли еще там Эхослэм Но Эхослэм уже не понадобился Потому что Уже 3 героя Команды Спирит В таверне И Один из Последних выживших Просто убегает Ну В смысле Убегает он Не просто И он в принципе Пока не убегает Но в смысле Пытается убежать Да Достаточно Легко с ним разобрались Минус 4 Насколько я понимаю Да И блинк даггер У шейкера Очень Очень ранний Блинк даггер 15 минута Суппорт шейкер Правда Там 10 ассистов Поэтому Не мудрено Что у него Так много денег Действительно Много помогал ЕС Ну вот нам Кстати подсказывают Что топ тайминг Сборки орхида На инвокере Показал Дженерал В этой игре Вам и Поздравление Действительно Очень быстрый орхид Ничего не скажешь Тайминги Супер Офигенные Ну и теперь С этим орхидом Можно вообще По всей карте Бегать Практически Никого не бояться Кто ему Тут что сделает Знаете Конечно По бегушке Веспами Мы команда Противника Наивные Надежды Затянуть Или как там Оттянуть Неоттягиваемое Ну вот Пока и тусик Мы видим Очень быстро Прилетает И уже На годлайке Инвокер И я вижу Еще и тайминговые Бараваны Появляются На 16 минуте После орхида Ну Ладно В любом случае Неплохо Так Ну что Побежали Побежали Забирать Товарульку Очень быстро Опять играется У нас карта У нас Прошлая Закончилась Там на 22 Или на 23 Минуте Это уже На 17 Приводит К тому Что Очень активно Падает Первая сторона В данном Случа Нижняя Так Это что За хил У нас Планируется Может быть Перекрыли Немного Гирокоптера Гирокоптера Правда Есть БКБ Он нажимает Это самое БКБ Нажимает Колдаун И идет Заглоков Нужно еще Пару Скиллфлэка Выдать Есть еще Плюшечка Под фиссурку И да Забирает в сторону И наверное Уйдут Если конечно Инвокер Не погибнет Он ловит 4 секунды Идет У нас Глобал Но Слишком поздно Слишком поздно Слишком сильно Уже отожраны Герои команды Элементс И Просто С руки Разваливают Здесь одного За другим Team Spirit Мы видим Это очередная Надпись ГГ Очередная Быстрая катка 17 минут Но В этот раз Немного В другую Калитку Ну и счет У нас сравнивается Становится Бест оф 1-1 Хотел сказать Нет Типа Бест оф 3 То есть Теперь Командам нужно Выигрывать Немножечко Поменьше Суммарно Но Об этом мы Узнаем Об их Возможных победах Узнаем Немножко Попозже На Теперьшний момент Мы с вами Будем прощаться Но Совсем ненадолго Небольшая рекламно-музыкальная пауза После которой Мы увидимся На третьей Карте Этого гранд-финала Далеко не разбегайтесь Далеко не разбегайтесь Далеко не разбегайтесь Увидимся Продолжение следует...